Году литературы посвящается. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вдохновил молодых самарских дизайнеров. Брусский аксессуар, ткани с отблесками золота – почти королевский шик. Экономические санкции моде нипочем. В России умеют жить красиво и при небольших затратах. Мы вдохновлялись как раз самим собором, его архитектурным устройством, как раз вот этой галереей королей. Вот это вот убранство, оно выглядит достаточно ярко. Вот это вот богатство есть, присутствует, но я бы не сказала, что очень дорогая коллекция. Модельеры уверены, все это будет носиться. Коллекция участвует в номинации «Костюм-реальность». В этом году поволжские сезоны стали по-настоящему всероссийскими. В финал прошли 24 коллекции. Среди дизайнеров – представители Карачаева-Черкесии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново. На моду смотрят широко. Изюминкой стали коллекции в этническом стиле, с армянским орнаментом или в мусульманских традициях. Длинные юбки, сдержанная цветовая гамма. Ирина Саитова из Тюмени сделала актуальной и современной традиционную одежду сибирских татар. Перфорация на коже авторская. Авторский рисунок выполнен по мотивам национального узора сибирских татар. «Ну вот в этой, например, модели здесь есть и перфорация, и то, что она распашная – это традиционный силуэт». Молодые дизайнеры уверяют, в последнее время интерес к отечественной одежде стремительно растет. Причем мода от начинающих кутюрье не бьет по кошельку. Цена на дизайнерские вещи начинается от тысячи рублей. А качество исполнения и художественная идея костюмов, которые уже 15 лет представляют на поволжских сезонах, оценили не только российские модники, но и мировые эксперты. «Замечательный праздник моды и красоты, и, конечно же, театрального костюма. Я очень благодарен публике, которая поддерживает наши сезоны. Ваше участие для нас особенно важно». Фестиваль «Поволжские сезоны» вошел в число главных культурных символов Самарской области. Из всех подобных мероприятий, которые проходят в Российской Федерации, только фестиваль «Поволжские сезоны» включен в мировой календарь модных событий. В этом году в тренде оказалась классика. Гран-при фестиваля в Новокуйбышевск увезли театр-студия «Грань» и художник-дизайнер Елена Соловьева. Жюри очаровали костюмы к спектаклю «Таня, Таня», а зрителей – подача, искренние эмоции и театральные действия на сцене. Марина Кравцова, Константин Головин, События.